Моё хозяйство находится в восточной зоне Савропольского края, Бульоновский район. Зона позасушивающая, то есть очень засушливая. Моё хозяйство перешло на технологию No-Til. Я хочу поделиться своим опытом при покупке сейлки для этой технологии. Давайте разберём вот такой пример типичной ошибки, когда люди покупают сейлку для No-Til. Задача менеджера, который продаёт вам сейлку, его задача стоит продать вам сейлку. И когда вы покупаете, всё, он её расхваливает, что она широко захватная, всё хорошо, всё прекрасно. Допустим, давайте разберём на анкерной сейлке. Вы купили анкерную сейлку, привезли к себе в хозяйство. И при посеве возникают проблемы. Она начинает забиваться, солома нагортать. То есть сейл не получается. И вы начинаете разбираться в этом вопросе. И выходит, что у вас не соответствует комбайн, который измельчает солому и распределяет её. В чём здесь ключевая ошибка? Ошибка в том, что вы начали изучать этот вопрос уже после покупки данной сейлки. Что это является ошибкой, я считаю. И возникают проблемы. Что вам делать? Покупать новый комбайн или усовершенствовать ваш старый. Добавлять, распределять половую. Или продавать сейлку. Или поругать технологию. Что эта технология не подходит для нашей зоны. Или что? Чаще всего последние именно делают. Да, да. И ещё заметил такую тенденцию. При переходе на утил, люди думают, что купил сейлку, я решил все свои проблемы. Не пашу, не культивирую, только сею и убираю. Если люди думают так, то они не понимают, что у них проблемы только начинаются при покупке сейлки. Они должны понять, что сейлка является лишь элементом вашей технологии. и очень дорогостоящим элементом. И совершить ошибку при покупке сейлки, ну это очень печально. Я знаю компании, предприятия, которые два, а то и три раза перевооружались. То есть, сменяли одни сейлки на другие. То есть, они шли вот таким путём перебора, подбора техники для своей технологии. Это является очень дорогостоящим. И поэтому совершить ошибку, это очень, как говорится, печально. Я, когда выбирал сейлку, я человек подходил, создал другой подход к выбору сейлки. То есть, я изучил свои природные климатические зоны, изучил, сколько у нас выпадает осадков, какая у меня агро, какие у меня комбайны, какие у меня измельчители. Я сначала выявил принципы или требования к сейлке, которые я хочу приобрести. Ну, допустим, давайте я вам расскажу. Значит, те принципы, которые я определил для покупки сейлки, это первое. Сейлка, которая мне нужна для моей технологии, она должна выполнять четыре требования. Это разрезать растительные остатки. То есть, я сначала определился, какой тип сейлки мне нужен. Допустим, анкерные сейлки в моём хозяйстве, в моей зоне, они не подходят. То есть, я становился на выборе дисковая сейлка. Эта сейлка должна разрезать растительные остатки, любые растительные остатки. Она должна положить семя на нужную мне глубину. Надо мне 4 см, она должна сделать чётко на 4 см. Надо мне 6 см, она должна чётко положить на 6 см. Следующее, третье требование к сейлке. Она должна создать плотный контакт семени с почвой. Это очень важно для моей технологии. И четвёртый вариант. Это закрыть борозду. Эта сейлка обязательно должна это делать. Определившись с типом сейлки, в моём хозяйстве я, значит, отказался сразу от измельчителя. Комбайн. То есть, в нашей зоне, я считаю, что измельчитель унесёт отрицательные для моей технологии вещи. Объясню, какие. То есть, я убрал измельчитель и поставил вихревой разбрасыватель. То есть, это эти два корпуса с ремнями. Они вращаются, создают вихрь, при этом захватывая полову, и неизмельчённая салома падает с клавиш, и неизмельчённая салома на шипенуржатке распределяется. Что я этим добился? Я этим добился, чем крупнее растительные остатки, тем селки, легче разрезать их. Второе. Второе. В нашей зоне зона недостаточного улажнения. Чем крупнее растительные остатки, тем они дольше разлагаются. А чем дольше разлагаются, тем больше закрывают поверхность растительного остатка, тем больше сохраняют улаву. Ну и третий пункт. Это когда при уборке я экономлю 3-4 литра топлива на комбайне, когда убрал измельчитель. Значит, первый пункт я добился. Сеялка работает исключительно. Крупные растительные остатки, провязает, всё отлично. Значит, второй пункт. Должна сеялка положить семя на нужную глубину. То есть, я работаю с маленьким нормой мусева, пшеница 7-8 с килограмм. Для меня это важно. Я сею там 3,5-4 сантиметра. И для меня важно, чтобы растения находились в определенной фазе. И поэтому к сеялке я выдал такие требования. Чтобы добиться такого результата, контроль глубины на сеялке должен находиться непосредственно на высевающем сошнике. Просто у меня был оба сеялки, которые я работал в моем хозяйстве. То есть, контроль глубины находится сзади, на прикатывающих колесах. То есть, разница между высевающим сошником и прикатывающим колесом находилась на определенном расстоянии. И то есть, я не мог добиться четкого расположения степени. Он варьировался где-то от 3-4 сантиметров. Идет сеялка 4 сантиметра, а тут же через 100 метров она ложит уже на 6 сантиметров. То есть, когда сошник заходится, облупляются задние колеса. Ну, то есть, я не мог добиться. Когда опора идет на задние, контроль глубины на задние колеса. Значит, третий пункт. Сеялка должна создать плотный контакт сельным с почвами. То есть, как мы называем в простонародье китоны или попровых усик. Это обязательно, особенно для яровых культур. Когда идет поток обработки гербицидов или еще какие-то обработки, очень важно, чтобы все растения находились в одной фазе. Если нету этого китона и семя ложится, не прижимается контакт с почвами, то есть, идет задержка. Одни растения зашли, вторые не зашли, и получается такая ярусность. Это недопустимо для моей технологии. И четвертый пункт. Разрезала, положила семя на нужную глубину, придавила его, и теперь задача селки закрыть эту поразу. Моя селка это делает. То есть, у нее есть сзади самое важное, можно регулировать, стоят пружины, которые регулируют давление на прикатывающие колеса. И угол атаки вы можете измерять, изменять ее как вперед поставить, активно, пассивно. И есть такая опция там ромашки. То есть, осенью я сел сухую землю, мне достаточно просто прикатывания. Обрушается сухая земля, закрывает борозду. Весной, когда улажная почва, я ставлю эти ромашки, то есть, которые убирают эту грудку и закрывают борозду. То есть, я подошел уже осознанно к выбору селки, и я купил то, что мне нужно. Еще немаловажный аспект, это второе, это я называю экономическое требование к этой селке. Если вас все устраивает вот эти все, опять повторюсь, только для вашей технологии, для вашей зоны, вы должны сначала определиться, какая у вас почва, какие у вас растительные остатки будут у вас, какой у вас севооборот, вы должны сначала для себя понять, какие требования вы предъявляете к селке, которую вы собираетесь покупать. Не менеджер, который вам продал селку, она у вас не пошла, понимаете? Вы должны сами четко определиться, вы создадите требования, принципы, и только после этого покупать селку. Еще немаловажный аспект, когда вы все разобрались, вас селка устраивает, обращайте внимание на техническую часть селки. Ремонтно-предводность, запчасти, сервис и обслуживание. То есть, если у вас первый пункт устроил, она справляется с этими операциями, а вы спрашиваете, когда мне нужны запчасти, когда вы сможете доставить, и вам говорят, ну там через неделю, две, а то и через месяц, понимаете? А у вас селка одна, и вы седете этой селкой, что-то случится, и здесь вы уже должны думать, брать на себя такие риски или нет. Я селку, перешел на Моудил в семнадцатом году, я приобрел селку, и у меня эти показатели сошлись. Они меня удовлетворяют по агротехнической части и по технической части. Я приобрел эту селку, она называется Испайшэс. То есть, вот эти два пункта, они сошлись. И для моей зоны, для моей техновой, я доволен. Она работает, как говорится, на сто процентов. такое хочу с вами принципами с вами поделиться, чтобы вы не совершали ошибок при выборе ноутин-селки, ну, в принципе, другого оборудования. Спасибо вам, спасибо, Александр. Мне кажется, очень толковое наблюдение. В конце уже хотелось сказать УКХ-селк, а теперь назовите же, наконец-то вы ее назвали, да? СПС, как еще раз? СПС-6-селк, когда... СПС-6-селк, 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 ЧС-селк, это, так понимаю, проездительство. Аграбромтехника. Аграбромтехника, да? Это Ставропольский край, правильно? Это в Ставропольском крае освоен выпуск техники для ноутил. Предыдущий листупающий год аграбромтехника. Но надо подчеркнуть, это для конкретного хозяйства плотникова, да? Он не раз, не зря, не раз повторю, что вы конкретную селку выбираете под свои условия. Его условия вот такие, его устроила эта селка. Но в любом случае, те советы, которые сам всех ждал, мне кажется, применимы для любого, на самом деле, агрегата. И мы не раз подобные советы слышали на днях поля наутил, которые клуба грозотаков проводят уже пятый год. И в этом году будет, и в прошлом были, вернее, в этом году была, и в будущем будет. Если кто занимается наутил, мы вас приглашаем следить за обновлениями на сайте. У вас вопрос, да, Николай Васильевич? Да, скажите, у вас вот условия Буденновского района, селоборот, какой вы сейчас для себя выбрали? Значит, у меня сейчас... Ага. У меня находится почва, сейчас переходной период. Вот второй год я начинаю сеять, то есть для нашей зоны засушивай. Моя задача, сейчас у меня идет про пшеница по пшенице, то есть пока я не наработаю мучу, пока я не закрою растительными остатками почву, то есть ввод яровых культур я считаю очень рискованно в нашей зоне. То есть пока я не работаю в течение трех-четырех лет, я не работаю мучу, пока у меня все во-вторых, пшеница по пшенице. А бобовые добавляете? Бобовые добавляю, но два года я на небольших участках наша зона говорили, что пока еще рано. То есть я не получаю экономического эффекта от этой культуры. Это проблема, конечно, с горохом. Мы сообщались с фермерами Зернограда, Андрей, у них тоже засушливая зона в Ростовской области и тоже бы горох сеять, а сложно. Спасибо. Есть еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста. Представляйте. Данил, зовут меня с Крыма, представитель. Интересен экономический эффект с применением раутила. Что вы понимаете под этим? По сравнению с традиционной... повышение урожайности, снижение себестоимости, да, вот это все. Повышение себестоимости, вот это все. Пожалуйста. Что он заработал на это? Повышение урожайности, но, наверное, вот если опыт такой небольшой, вам сложно пока сказать, да, экономическая эффективность. Я думаю, если человек раз продал плуги, да, и плачет. Я когда продал сейлки, я продал все. Продал культиваторы, продал старые сейлки. То есть у меня остался комбайн, сейлка, я бы скиллый. Нет, вы знаете, вот по экономической эффективности очень убедительные были доводы. 31 мая нынешнего года мы проводили День поля наутил в Песчанокопском районе Ростовской области на базе хозяйства Рассвет. Там 8,5 тысяч гектаров земли, и они уже сколько, около 10 лет работают по наутилу, и руководитель этого хозяйства, директор Татаркин Виктор Иванович, он выкладки дал с самого начала, как они от традиционной от классики перешли, и что это дало, какой эффект. И сейчас у них не просто вот и по всем экономическим показателям и прибыль с гектара лучшая в районе, а это один из главных зерносеющих районов Ростовской области. И выработка на человека, и налоги в бюджет самые высокие на одного работающего, то есть там все очень убедительно. И разнообразный севооборот, там входят и бобовые, и кукуруза, и подсолнечник используются. Там около сотни человек приезжало с юга России в Волгоград, Ставрополь, Краснодарский край, Ростовская область. Но у них большой срок уже, поэтому, ну плюс еще и желание, этим же надо заниматься основательно, чтобы считать все эти вещи. Но они экономить начали со второго года, как только перешли, начали, и он любит проводить историю, как он ездил в Аргентину, по-моему, в Бразилию, в одном хозяйстве, у фермера стоял старый, старый плуг, прямо в хозяйстве, на постаменте, и надпись была «Плуг, который разорил моего деда». Любит он эту историю, да. Спасибо. Есть к Александру Сеевичу вопросы? Нет? По Луисе, у Киноудила? Нет, да? Спасибо. Спасибо. Мы двигаемся дальше. Ширским.